Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас для вас будет онлайн-расклад, и тема будет называться так. Какие у него планы на Новый год? Давайте посмотрим. Загадайте своего мужчину. Представьте его, какой он, как он выглядит, вообще, что он из себя представляет. Вспомните его, когда вы последний раз его видели. Вот каким вы его видели. Думайте о нем сейчас. Давайте, давайте. А у меня, смотрите, здесь на дне колоды уже король кубковый. Здесь, наверное, такой мужчина. Ловелас, понимаете? Пьющий, гулящий, соблазняющий. Возможно, водный, да? Так, думаем о своем мужчине. Думаем, думаем. Представили его очень хорошо. Чувствуете его, чувствуете. Знаете, как-то хорошо подключаться к мужчине или к женщине, неважно, через его запах. Вспомните запах. Вы прям четко попадете в него. Так, ваш мужчина. Кем он сейчас является на данный момент? Опять скажу. Расклад общий, с одной позиции. Если с самого начала то, что я говорю, сходится, резонирует, смотрим до конца. Не сходится. Все не то. Не надо смотреть. Хорошо? Итак, кто он? Кто он сейчас? Его энергетика. Он сам. Конечно. Дьявол. Дьявол. Ещё. Кто он? Ещё. Ух, бедный. Как он терпит? А, я не знаю. Ещё. Ещё. Ух, 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 как ему тяжело там. смотрите как у нас непростой мужчина он сущий дьявол знаете сущий дьявол может быть он таким стал но вы видели короля кубкова да я говорил соблазнитель люби любитель выпить соблазни я рассказывала вот дьявол это как вот прям точно может его описать потому что дьявол у нас идет по выпивке по наркомании по курение по проституции по что там еще по власти по деньгам по взяткам то есть у нас дьявол отвечает за всю темную сторону жизни за то что господь бог говорит нельзя так делать дьявола говорит да сделай сделай тебе ничего за это не будет не слушай бога я тебе говорю делай понимаете потому что ну вот на то дьявол и дан дальше мужчина здесь очень такое я не знаю может быть он вообще в принципе в сам по себе такой дяди дьявольский мужчина скорпион овен лев стрелец кто нас там еще такие знаки телец козерог тоже подходит там еще подходит у нас весы весы тоже возможно кстати самый красивый знак это тельцы и весы потому что них отвечают планета венера венера отвечает за красоту поэтому все возможно и здесь мужчина сейчас на данный момент находится в этой энергии соблазнение сексуальности я хочу сейчас пойду на пью сейчас надо на бучу у колюсь я не знаю еще обкурюсь здесь мужчина такой знать или у него энергия сейчас такая или вот действительно на самом деле очень плохо хорошо идем дальше это первая характеристика что его характеризовал на данный момент он дьявол чтобы понимали здесь мужчина очень сильно любит одну женщину очень сильно любит одну женщину и он такое ощущение как будто он вот на днях или сегодня или вчера или позавчера и и увидел где-то вот эту свою женщину я не знаю в интернете на работе возле дома и лучше бы он ее не видел почему потому что ему так плохо ему так плохо эта женщина сводит его до такой степени с ума и он не может объяснить это что что вообще то что почему это так но почему это со мной так но со мной то почему это так почему не с другими мужиками почему другие мужики не страдают у них все хорошо почему я-то страдаю а почему я-то должен страдать я такой красавчик я вообще самый крутой а такой мужик почему я должен страдать непонятно за что мне это почему эта женщина так меня сводит с ума что я такого сделал господу богу не знаю дьяволу за что меня вот на такие блин колючки сажают почему мне так больно и он вас отпустить не может отпустить не может вас вообще никак но не получается уже чон только не делал испивался уже там я не знаю уже и и и других уже себе находил ничего не может его от вас отцепить понимаете еще такой момент есть если он вас на днях видел с кем-то с каким-то мужчиной даже просто к элементарно где-то на работе вы общались с кем-то с другим мужчиной и он мимо проходя вас увидел я говорю точно всю ночь не спал потому что ему так фигово после этого что он увидел он почему-то подумал что вы уже сразу другого нашли а это был просто человек ваш коллега а он уже тут же себе моментально накрутил что у нее кто-то есть у нее кто-то есть она уже нашла себе может быть даже давно это я просто сейчас увидел ах я увидел сейчас какая она у меня глаза открылись вот она изменщица и не стыдится прямо на моих глазах изменяет мне стоит с другим мужиком тут общается нахалка да вот вот здесь прям вот этот момент идет понимаете мне так плохо мне так больно она мне так делает более она не понимает что мне плохо на стоит с другим здесь смеется улыбается ему ему плохо ему плохо как ну как обычно мужику что женщина так себя ведет хотя здесь ничего такого не я понимаю я просто очень хорошо вижу две стороны я вижу женскую сторону вас я вижу мужскую сторону его и я как женщину вас понимаю и как мужчина его тоже понимаю потому что ну ну я читаю так как ты мне это тоже знакомо как мужчина себя ведут таких случаях здесь мужчина просто такой знаете ущемленный какой-то очень сильно ущемленный потому что он не знает что ему делать не в такую плохое состояние он считает что он один страдает в этих отношениях а вы не страдаете вам хорошо бы как бы издеваетесь над ним а страдает как бы он он хочет очень сильно возобновить с вами отношения очень сильно хочет возобновить отношения. Он хочет, чтобы вы вернулись к нему, чтобы вы стали той прежней, какой вы были в самом начале. И он думает, где я так сильно упустил? Ну где момент, где я упустил? На каком моменте у нас все пошло в сбой? Он сейчас это только понимает, потому что он страдает. Он страдает, да? Вот здесь прям та же карта. Ну вот, сейчас, секунду. Что вы прям четко видели. Ну, посмотрите, здесь вот по одной карте было видно, да, насколько человек Видно, да? Посмотрите, насколько он в таком находится. Вот ему ничего в жизни сейчас не надо. Ему нужна только его, вот эта женщина. А это вы, я так полагаю. Я не могу вас здесь описать. Здесь карта жрицы идет. Я полагаю, что вы ведьма. Понимаете? Вы такая очень скрытная, такая тайная женщина. Про вас практически никто не знает. в его окружении. Он только вас и... То есть, он... Только он о вас и знает. Больше никто про вас не знает, да? Вот так вот. И он хочет быть с вами. То есть, вы здесь идете, являетесь вот этим допингом, да? Той женщиной, которую мечтает и не знает, что ему делать, как ему быть. Он хочет быть с вами. Ну, вот как-то так. Здесь, кстати, может быть, такой момент, что вы находитесь на расстоянии. Вы не рядом. Ему это очень плохо от того, что вы на расстоянии. Его убивает это расстояние с вами. Убивает. Потому что он чувствует, что вот, ну, если бы она была бы рядом, возможно, у нас было бы все иначе. Абсолютно все было бы иначе. Она дала бы мне высказаться, да? Я бы ее послушал. У нас была бы возможность чаще видеться. А так как она там, где-то далеко от меня, я о черте что здесь, например, думаю. Она там черте что думает, да? То есть, здесь такой момент может быть, если вы даже на расстоянии. Это тоже здесь проигрывается. Также проигрывается, что может быть, вы даже рядом где-то находитесь, но вы все равно что на расстоянии, потому что между вами сейчас ничего нету. Никакого общения нету. Вот опять же тот пример, который я привела по поводу работы. То есть, вы с ним не общаетесь, он проходит рядом, и он как будто видит, что вы с кем-то общаетесь. Может быть, он в интернет заходит, в интернете где-то видит, что вы с кем-то общаетесь. Его это зыд, он почему-то уверен, что у вас кто-то есть. А его это бесит. А бесит, потому что он считает, что вы его женщина. это моя женщина моя, она моя как она может быть еще с кем-то понимаете, вот у мужика здесь не укладывается в мозгу он вот этого понять не может если женщина это понимает, как это может быть то мужчина это не понимает потому что он четко понимает, она моя здесь мужчина собственник и он сильный ревнивец и он считает, что эта женщина моя как она может с кем-то другим быть вот до него это не доходит понимаете это за грани какой-то я не знаю психологии я не знаю но может быть он как-то узко мыслит до мыслит он я не знаю по средневековье возможно но я сейчас говорю как я здесь вот это все читаю и здесь понимаете здесь две карты да здесь идет карта дьявола изображение двух мужчины и женщины в страсти это так он как он хочет вас и здесь и двойка кубков здесь мужчина тоже духовно также вас любит но видя вас другим он все-таки думает страсти у меня к ней больше чем у того наверное мужика к ней да здесь он даже сопоставляет уже где-то для себя это что я-то ее больше хочу потому что я ее больше знаю это моя женщина так какие у него планы на вас давайте посмотрим какие у него планы на вас именно на новый год так но он хочет с вами увидеться да он об этом мечтает здесь мужчина занят здесь мужчина в отношениях у кого-то проиграется сто процентов что он в отношениях здесь прям четко видно семерка мечей видите идет картинка какая но четко видно картинка видите женщина сидит и мужчина с другой женщиной это говорит о том что по семерке мечей хитрости обманы манипуляции интриги измены коварств воровство он хочет оставить свою женщину глядя на вас женщина тоже не видит его глаза закрыты у нее а у него глаза открыты он смотрит на вас на вашу красоту потому что вы очень красивая женщина очень сексуальная очень ярко очень открыто нежно и вы его маните постоянно а та женщина которая рядом с ним видно же да а та женщина которая рядом с ним это как бы его супруга ли постоянно гражданская женщина жена так скажем который тоже может быть и не подозревает что вы у него есть помните про тайну жрица вот здесь говорил что только он знает о вас поэтому да он хочет с вами встретиться встретиться опять же хочет у краткой у краткой где-то девятка пентаклей туз пентаклей он все знаете я не знал так очень что уже деньги сейчас начал копить на эту встречу с вами чтобы вас пригласить у него здесь планы идут по до мечты же идут по семерке чаш что я ее приглашу там в ресторан какой-то да закажу там столик да на вечер так потом мы с ней в отеле поедем дамы там ночь проведем да и под утро наверное я уже домой то есть он уже планирует себе и он уже считает так очень что он уже считает так на столик сколько он так на столик сколько обойдется она так отель какой взять пятизвездочный или двухзвездочный он еще делается или хостел вообще может подойдет а блин а деньги там у меня хватит или не хватит ой не дай бог моя узнает а что я потом буду делать а блин как мне быть а чтоб не опозориться потому что он боится перед вами опозориться в это женщина самодостаточная вы можете купить весь отель весь ресторан и его с потрохами понимаете на всю неделю есть надо будет а он то новую ну что его с вами сравнивать это небо и земля и здесь мужчина он он подсчитывает подсчитывает так на отеле мне хватит какой мне там хилтон отель хилтон или какой-то другой там я не знаю да за углом я не знаю ну что ну-ка а какой ресторан то взять какой а блин мне денег то хватит или нет а может быть и пригласить там я не знаю во французский ресторан мишленовский чтоб ей подали там флагуру на тарелке ой ладно все идем дальше идем дальше а то меня на поворотах и так дальше смотрим как у него планы еще на новый год по поводу вас там императрица девочки вы для него императрица все я же говорила что вы та женщина шикарная душой и телом что вообще практически ни в чем не нуждаетесь у вас все в шоколаде вы можете отель и не знаю рестораны и что угодно можете купить его вместе с потрохами вот то что я и говорю он видит вас она такая женщина я как я могу к ней подойти как как на какой козе подъехать к ней ну как она она круче меня чем я могу ее взять я не знаю у меня блин столько недостатков еще здесь груз семьи висит на мне она такая шикарная но я же не могу без нее я уже ее хочу хочу ее понимать поэтому он там он прям расписывает сначала вечерний ресторан после вечернего ресторана от хорошо какие у него еще планы на новый год ой как это тяжело ему то сделать ой а денег то мало ой денег то мало боже мой девочки него денег то мало вот то что я и говорю на вас же надо хорошую сумму денег понимаете чтобы все это потратить то на это у него сейчас еще подарки куда-то уже со своей супругой вот видите они с этими арбузами куда-то идут это говорит о том что со своей супругой о своей супругой будет кому-то что-то дарить там папе маме детям братьям сестрам но он не миллионер понимаете не миллионер поэтому здесь к такой очень как будто у него уже этот брешь в бюджете уже дырка там огромная скоро образуется и он боится да он боится он поэтому кстати последнее время я гадала он там работает работ но деньги зарабатывает понимаете деньги зарабатывать на новый год и здесь он очень сильно боится он про себя как будто тоже от где-то думает но вот есть у меня будут хорошие деньги да да я позориться не буду я объявлюсь там я предложу ей что мы с ней встретились увиделись а да а если денег будет мало я лучше позориться не буду боится позориться потому что боится опозориться он не знает как вам подойти аккуратно подойти он боится он боится что вы его пошлете если вы был у вас пригласит там какой-то я не знаю там в маленький ресторан и какую-то забегаловку или каком-то день кафешку вы ему скажешь слушай иди гуляй я могу вот это ресторан напротив есть в пятизвездочный этот ресторан мишленовский могу купить на весь вечер ты чем не забегалку есть предлагаешь он это прекрасно понимаешь такой женщине как вы нужно предложить что-то серьезное да вот так вот так а у него это жена еще господи с этими арбузами вот видно здесь да сейчас вот а вот здесь у него арбузы здесь у нее арбуза вот это его супруга схему сейчас на данный момент до в отношениях и это все тащится у них тащится то что они тащатся по каким-то подарком по каким-то знакомым я не знаю родственникам конечно ему тяжело ему тяжело потому что он хочет он мечтает о вас а ему надо женой идти в гору да ну как то вот так же все это читается так хорошо ждать ли вам его к новому году да с его не знаю подарками с приглашением или еще как-то появится он или нет вот смотрите у кого-то проиграется так что возможно он появится возможно появится но ничего не получится вы не выйдете к нему потому что то что он вам будет предлагать вам вообще это не интересно он вам вообще в принципе даже не интересен со своими предложениями какие-то рестораном каких-то не знаю отелем на ночь вам вообще вы уже вышли из этого возраста чтобы я не знаю по ночам ездить по каким-то ресторанам и по отелям шныряться вы вообще за мне уже не в этом возрасте это ему надо было предлагать когда вы только познакомились уже время прошло какие отели блин Никакие рестораны уже, вы не в том возрасте. А он ничего другого предложить не может. Ну, а что он может вам предложить? Вместе жить? Он семейный, у него женщина здесь есть. Он живет с женщиной здесь. Что он вам может предложить? Ну, единственное, что он может предложить, это вот это вот, на что вы не согласны. Поэтому здесь у некоторых отыграется, что вы скажете. Не, не надо, ты вообще что позвонил? Я уже вообще в другой семье нахожусь. Очухался, ресторан у меня здесь зовет. Иди в отель со своей женой, сделай ей подарок лучше на Новый год. Сними ей номер в отеле хотя бы, я не знаю, на 31-й. Пусть женщина увидит роскошную жизнь на ночь. Не, ну серьезно. Он своей женщине там ничего предложить не может. Он купит, он это все купит, что вам предложат, девочки. Это кошмар, я не могу. Это кошмар. Вот мужики пошли, это кошмар. Ну, он пашет, он пашет, он уже хочет в ваших глазах быть, понимаете, самым лучшим, самым настоящим. Чтобы вы им гордились. Что вот, видишь, как он может тебе отель, господи, отель с рестораном тебе предложить. На большем у него не хватает. А на отель можно. Ну, так вот. Поэтому здесь, я не знаю, процентов 70-80 девочек, которые скажут, слушай, иди гуляй, а. Иди от меня подальше, мне это не надо вообще, я уже из этого всего выросла. Ты чего никак не вырастешь, ты мужик, а? Я вообще удивляюсь. Ну, чего ты не вырастешь? Ну, кто тебе не позволяет, не разрешит? У тебя мозгов, что ли, нету? Зарабатывать хорошие деньги. И быть себе самому, да, начальником в этой жизни. Чего ты от всех зависишь, я не пойму? От жены зависишь. От меня, да, зависишь. Обо мне страдаешь. Ну, зачем тебе это? Я по тебе не страдаю. Ты чего по мне там страдаешь, бедный? Ой, кошмар. Хотя, с другой стороны, девочки, ну, вы его стимулируете. Вы знаете, если бы вас не было в его жизни, вы знаете, он даже не работал бы. Ну, вот не работал бы. Он устроился бы куда-нибудь, я не знаю, охранником в каком-нибудь частном предприятии. Ну, либо в магазин пятерочка. Ну, а что, охранника, там ничего делать не надо. Там вообще такая работа, знаете, небе лежачего. Зарплата идет, гуляет туда-сюда, и все. А здесь, понимаете, вы своим, тем, что вы так выглядите, тем, что вы так стараетесь, вы намного вперед ушли, на голову выше. И у вас все хорошо, вы абсолютно ни в чем не нуждаетесь. Абсолютно. И можете себе позволить абсолютно все, все, всех купить можете. То этому мужчину, это как бы, знаете, стимул. Он на вас смотрит, со стороны думает, блин, я тоже чё, а я чё, я косой лимон, что ли? Я тоже хочу так же. И он старается, вы видите, вот он здесь, да, как кузнец своего счастья. Сам куёт своё счастье. Потому что он прекрасно понимает, что на золотой каёмочке, да, на блюдечке золотой каёмочке, ничего ему в этой жизни не принесут. Ты хочешь быть счастливым, самодостаточным? Замечательно, дорогой. Надо работать. Надо работать каждый день. И работать не только руками, но ещё мозгами. Ну вот, учись, учись, понимаешь, учись. И будет тебе счастье. Вот что он и делает. Он хочет стать таким же сильным, да, старший аркан маг. Как у неё так получилось? А ну как у неё так получилось? Точно, блин, ведьма, ведьма она. А чё я? Я тоже хочу. Я тоже хочу. Я сейчас тоже начну, как она. Я буду работать. Я буду так же мыслить, может быть, как она. Понимаете? Если он раньше, например, вас считал глупой, никчёмной, что вы в этой жизни вообще ничего не можете, и в этой жизни ничего не добьётесь, то сейчас, на данный момент, этот мужчина поменял своё мнение о вас. Вы для него находитесь сейчас на этом высоком пьедестале императрицы. Да, вот здесь я показывала. Вот, она не только хороша телом и не только душой. У неё, в принципе, всё шикарно. Всё в шоколаде. И то, что она находится на этом троне, этот трон она заработала себе, сама. И она уверенно сидит на своём троне. Этот трон может быть что угодно. Это может быть ваша высокая должность, которую вы добились. Это может быть ваше признание людей. Это может быть, я не знаю, ваша устойчивая опора, ваш фундамент. Это ваш дом, ваша квартира. У кого-то сиденье в автомобиле. Это тоже трон ваш. Понимаете, вы это тоже добились. Вы всего в жизни добились сами. И его это стимулирует. Я тоже хочу. Вон, видите, Паш, это как. О, сейчас покажу ещё раз. Видно, да? Вот, видите, вот он кузнец. Вот он куёт своё счастье. По чуть-чуть. По крохам. Вот он и собирает. Аж на Новый год. Считает, хватит у него денежек или не хватит. Видите, кузнец своего счастья. Ну, давай, давай, работай, мальчик, работай. Хотя бы так. Потом поднимешься, да? Поднимешься уже тоже. Станешь начальником. Так. Чё ещё смотреть-то? Я не знаю. Давайте, хорошо, давайте ещё посмотрим. А вот, смотрите, у меня ловнее колода. Видите, мальчик с девочкой. Вот видно, да? Мальчик с девочкой. Посмотрите, вот он сидит на, на, вот в этой позиции ниже. А вы уже на позиции выше. Вот он хочет с вами. Да, как бы, я не знаю, как бы. Давай, кто круче, типа, давай. Ты или я? Сейчас ты на высоте. Смотри, потом я тоже буду на высоте. Ну, давай, если ты хочешь. Давай, работай. Работай, почему нет? Денег в этом мире достаточно. Могут зарабатывать все. Было бы желанием. И мозги. Так. Ещё, какие у него планы на вас. А что он думает на тот счёт, если, например, вы не согласитесь? Или вы согласитесь? Что он думает? Согласны ли вы с ним, да? Встречать Новый год? Да. Вот смотрите, он почему-то, вот он почему-то уверен, что да. Вы согласны? Вы согласны? Он прям чувствует, я не знаю, как. Он думает, что вы его ждёте. Вы хотите с ним отмечать Новый год? Хотите, как одна семья. И очень давно хотите, вы ждёте его. Хотя он, знаете, что боится? Вот те, кто женат и здесь, он почему-то боится, что вы ему скажете, а в качестве кого ты со мной собираешься праздновать этот Новый год? В качестве кого? Любовницы опять? Опять любовницы? То есть он боится этих вопросов. Потому что он вам сможет ответить да. Он вам не может ничего пока другого предложить. Поэтому вот этому неприятно. Он хочет, чтобы вы с Новый год с ним встречали, знаете, как ничего не бывало. Как будто только опять познакомились. А у вас же, вы же на другую же планку перешли, понимаете, в этих отношениях. И вам, ну, то, что он предлагает быть просто любовницей, вам это мало. Вы же хотите больше серьёзности. А серьёзности пока нету здесь. Но вы всё равно, он всё равно уверен, что она меня ждёт, она меня хочет, она меня любит. Я для неё семья. Я для неё семья. Да. Да, что мы с ней как бы... Он ещё, знаете, что думает? Что, ну, ничего страшного. Мы миллион раз не ругались, опять мирились, ругались, опять мирились. Так что ничего страшного, да. То есть, час примирения скоро придёт. Да. Да, здесь трёхугольник. Здесь классический трёхугольник. И мужчина не хочет бросать ни вас, ни ту женщину. И не знает, что ему делать, потому что вы ему тоже очень сильно дороги. Очень сильно дороги. А хочет ли... Так, секунду. Здесь, знаете, боль идёт душевная обоим. И в вашу сторону, и в его сторону. Но ничего поделать он не может. Он вас отпустить не может всё равно. Потому что между вами очень многое уже прошло. Событий. И хорошего, и плохого. Где вы переживали какие-то, такие, знаете, может быть, тонкие ранимые моменты. С чувственностью, с эмоциями, с любовью. И вам обоим есть что вообще, в принципе, вспомнить, да. И мужчина уверен, что вы его женщина. Вы женщина его по судьбе. И он несёт это просто как крест. Он это просто несёт как свою карму. Ничего поделать он не может. А какие у него планы по поводу своей женщины? Я не знаю, жена она, не жена она его. Ну, с той женщиной, с которой он живёт. Какие у него планы по поводу неё? Ой, ну там вообще просто ужас. Там ужас. Он одинокий с ней. Девочки, он с ней одинокий. Вы не смотрите, что он с ней живёт. Вы не смотрите, что он с ней официально расписан. Он с ней одинокий. Карта отшельника. Он просто с ней делит общий дом, быт, детей. Может быть, одну постель, одну кухню, один унитаз. Понимаете, и одну ванну. Всё. Всё. Он живёт сам по себе, она живёт сама по себе. И знаете, почему у них такие плохие отношения? Почему так всё произошло? Потому что та женщина, его женщина, вот с кем он живёт, она всегда, всё время, пока она была с ним, она пыталась его переделать. Этого мужчину переделывать не надо. Его надо воспринимать таким, какой он есть. И это её беда. Здесь мужчина просто отстранился от неё. И он поэтому с ней не хочет. Вот видите, четвёрка жезлов на дне колоды. Да, у них, возможно, есть дети. Да, у них есть общий дом. Но они друг друга уже точно... Он её... Давайте я буду говорить за него, потому что я его чётко здесь вижу. Он её уже практически как будто уже и не любит. Не любит, потому что здесь женщина очень сильно постаралась. Она упрямая. Она какая-то, знаете, из какой-то, я не знаю, деревни Кукуева, которая... Которые... У которой собственное понятие жизни, отношений и быта, и всего остального. Она прекрасно знает, какой должен быть мужик, потому что у нас отец был такой, и мама с ним так вела себя. И, значит, и я с тобой так тоже вести буду. А он просто в шоке. Он в шоке, когда уже, знаете, как лодка разбилась о быт. Вот они здесь как будто то же самое. Здесь беда той женщины, которая с ним, что она пытается его переделать. Не надо его переделывать. Его надо воспринимать таким, какой он есть. Он не изменится никогда. Его никто не переделает. Даже вы не сможете его переделывать. И у жены, и вот этой женщины у него, которая рядом с ним, у нее тоже не получится переделать. Здесь надо просто быть по справедливости. Не хитрожопить постоянно, как у нас большинство жен это делают, да? Или женщин, которые живут со своими мужиками. Они пытаются как-то там схитрить что-то. Не надо. Нужно быть честной, открытой, говорить как есть. И решать вопросы. А она пыталась, я не знаю, силой взять, хитростью взять, еще чем-то там взять, я не знаю. И что она сделала? Она передавила его. Передавила, и это сломалось. Я даже, знаете, что еще хочу сказать? Вот мужчина до встречи с ней был таким красавчиком. Ну, здесь видно, вы видите? Вот даже мне ее рассказывать ничего не надо. Вот смотрите, карты все показывают сами. Как дважды два, все понятно. Вот видите, какой он был красавчиком? Накаченный, да? Посмотрите, какой прям вообще просто... Как Тарзан, понимаете? Тарзан, красавчик. А теперь смотрите, какой он. Вот просто та же карта накладывается. Это уже первая вышла. Вторая, вернее, вышла. Вот третья. Вот она накладывается. Вы посмотрите, в кого он превратился. Вы видите глубокого старика, который... Он даже уже как слепой. Он держит с собой вот этот вот маяк, да? Не маяк, господи, лампочку. Лампочку, которая ему... Вот этот огонь, да, свет простирает его путь. Потому что он в холоде. Сейчас у нас что? Сейчас снег. А вы видите, здесь снег падает? Видите снег? Я пророчу уже просто. Вы видите, снег падает? Посмотрите, он уже посидевший весь. Потускневший уже весь. Этот человек уже с собой не смынет. Он уже не качается. Он уже никаким на тренажер там не ходит. Потому что ему не до этих тренажеров уже вообще. Здесь мужчина в себя уже просто не верит. Он потерявшийся в этой жизни. Он внутри старик. Поняли? Он внутри уже старик. А был вот таким вот красавчиком. Посмотрите, какая здесь энергия. Вы видите, какая яркая энергия здесь? И посмотрите, какая темная синяя энергия здесь. Здесь нету жизни уже. Здесь нету духа уже. А посмотрите, сколько здесь силы, мощи. Потому что когда она пыталась его переделать, вот тогда он был красавчиком. Но она его прогинала, прогинала и поломала. Он остался один, никому не нужный. Кстати, возможно, мужчина ударился, я не знаю, в эзотерику, в духовный мир, по знанию себя. Может быть, он там книжки читает по, я не знаю, астрологии, ауму. Таких книжки разные, знаете, эзотерические, духовные, рейки или что-то такое. То есть мужчина здесь уже, куку у него, понимаете, кукушка уже тронулась. Нормальный мужик был же, нормальный был же, вот такой. Да, он такой, ну что, такие тоже должны, блин, быть. А кем он стал? Стариком каким-то. Отшельник. Ну, как-то отшельника, вы понимаете. Я ничего не хочу, не трогайте меня. Дайте мне книжку почитать. Еще свет выключите. Мне с фонарем как бы хорошо здесь. Это кошмар. Это кошмар. Так, хорошо, это что у него там? Хорошо. Не хочет, он не хочет с ней отмечать. Не хочет с ней отмечать Новый год. Да, не хочет. Он хочет уехать куда-нибудь. Он хочет уехать, карта императора. Я хочу вдохнуть новую жизнь. Я хочу почувствовать себя тем, кем я раньше был. Я уже постарел за это время. Да, я уже осознала многое. Я стал взрослым. После всех этих книжек, которые я начитался о смысле жизни, о психологии, о эзотерике, о магии, о рунах, о рейках, я не знаю, о космоэнергетике. Я стал сильнее, я стал мудрее, я знаю, чего я хочу. Я духовно работаю над собой. Я хочу куда-нибудь уехать. Я не хочу Новый год отмечать с ней. Все конкретно. Девочки, вам совет. И все, давайте закругляемся. В же время. Так, ну вы карта победительница. Радуйтесь, танцуете, гуляете. Ю-ху! Снова Новый год. Вот, что вам нужно делать, понимаете? Вы победительница. Вы победили. Не он, а вы. Не она, а вы. Еще. Да, деньги. Королева Пентаклева. Я вам говорила, что вы можете отель снять полностью, весь отель на всю ночь вместе с рестораном Мишленовским во Франции. Говорила? Говорила. Отлично, девочки. Купите себе на Новый год все, что вы только захотите. Вот чего там душа ваша хочет? Я не знаю. Кто машину, кто квартиру, кто золото, бриллианты. То хоть отель, черт вы матери. То есть вы можете себе позволить все. Вы этого достойны. Вы достойны. Вы получаете сейчас результат к концу Нового года. И можете себе позволить все. Респект. Еще. Да. Хотите любви? Нет проблем. Не надо. Да, да. Строите себе планы. Строите планы. Идите вперед. Не надо никому доказывать. Вы уже и так доказали. Он уже это понял. Где он и где вы, понимаете? Хотите любви? Господи, найдите себе любовь к Новому году. Он еще проблема, что ли? Мужиков полно он. Они сами ходят ищут. С кем отмечать Новый год. Ну, чего здесь, я не знаю. Это не проблема. Девочки, для этого есть... Да. Туз, чаш. Хочешь любви? Киска моя. Окей, нет проблем. Ты можешь ее найти. Не парься. Оденься красиво. Да. Шикарно оденься. И все. Вечер будет твой. Для этого есть выйти куда? Я не знаю. В центр. На концерт. В ресторан. Мужиков много. Людей много. Встречайся. Знакомься. Проводи хорошо вечер. Появится ли он? Ну, я не знаю. Ну, появится. Если так сильно очень хочешь его. Хорошо. Но я говорила, как он будет там, да, встречаться. Если нет, так нет. Какие проблемы? У тебя без него все хорошо. И не надо париться. Вот такой был расклад. Девочки, я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Пусть у вас будет счастье. Пусть у вас будет дальше все круто. Пока на данный момент вы шли правильно. Я вам говорю это 100%. Молодцы. Умницы, кто меня смотрит. Молодцы. Дальше будете меня смотреть. Будет еще круче. Сказала Яна. Я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. До скорых встреч. Спасибо.